Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» сегодня хочется предложить вашему вниманию одно очень пронзительно точное и глубокое письмо святителя Николая Сербского из его миссионерских писем о чуде обретения веры во время войны. Я думаю, дорогие друзья, вы все поймете, как актуально это письмо в наше время. Как важно обрести веру. И как вера может полностью изменить человека, как вера может изменить вообще взгляд человека на жизнь. Письмо 23. Ты пишешь о чудесном случае, который приключился с тобой на войне. Кто-то перед началом битвы раздавал солдатам Евангелие. Маленькие, красиво оформленные книги. Взял ее и ты. И едко заметил. Здесь требуется сталь и свинец, а не книги. Если сталь нас не спасет, то книги и подавно. Вот какое замечание ты сделал тогда, ибо до того дня ты веру Божию полагал за ничто. Ты смотрел на нее, как на ветхую одежду, которую человечество от незапамятных времен влачит на себе без пользы. Немножко остановимся, дорогие друзья, и давайте задумаемся, а сколько наших современников тоже на веру Христову смотрят, как на ветхую одежду. Как на какую-то традицию, которую люди выполняют, даже не задумываясь. Что-то делают просто по традиции, просто, скажем так, по инерции, не видя в этом никакого смысла. Послушайте далее. И в твердом переплете книжечки пулю она метила прямо в сердце. Ты задрожал, как в лихорадке, перст Божий. Святая книга спасла твою жизнь от сметоносного свинца. Тот день ты считаешь своим духовным рождением. С того дня ты стал бояться Бога и внимательно исследовать вероучение. Итак, вера Христова — не ветхая одежда, которую несет на себя человечество. Господь милостью своей открыл тебе глаза. Написано, Бог праведных любит и грешных милует. Это Псалом 15, 8 стих. Одни на войне погубили тело, а иные душу. Обратим внимание, дорогие друзья, на эти очень мудрые, очень глубокие слова святителя Николая Сербского. А напомню в общих чертах, что святитель Николай Сербский испытал не только ужасы войны, но и ужасы плена. Он был одним из тех двух архипастерей Сербской церкви, который был заключен в концлагерь Дахау и впоследствии был освобожден уже союзными войсками. Что такое война, что такое смерть, кровь, что такое плен, святитель Николай знал не понаслышке. И вот он пишет, что на войне одни погубили тело, а другие — душу. Первые потеряли меньшее, а некоторые душу свою обрели, и они — истинные победители. Были и такие, кто ушел на войну, как волки, а вернулся, как агонцы. Антиномия. Возможно, кто-нибудь из наших дорогих слушателей, слышите слова, возразит, как можно уйти на войну, как волки, а вернуться, как агонцы. Но это говорит человек, который пережил и знает, что говорит. И святитель Николай далее продолжает. Я знаю много таких. Это те, кто, как ты, благодаря какому-то чудесному случаю ощутил, что невидимый Господь ступает рядом с нами. Как говорит славный псалмопевец. «Предзрех Господа предо мною выну, яка одесную меня есть, да не подвижуся». «Читаешь ли ты псалтырь?» Спрашивает святитель Николай адресата своего письма. И хотелось бы, дорогие друзья, чтобы вот этот вопрос был адресованный к нашим дорогим зрителям. А читаете ли вы псалтырь? Хотите ли вы познать волю Божию? Хотите ли вы увидеть промысел Божий в каждое мгновение нашей жизни? Если ты, будучи неверующим, ощутил, как Всевышний входит в человеческую жизнь, как же это должны чувствовать верующие? Мир тебе и радость от Господа. И святой апостол Павел во втором послании к Тимофею очень мудро говорит, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. На самом деле, дорогие друзья, может быть, и в вашей жизни было немало случаев, когда вы видели, как Господь, вопреки всем законам этого отварного мира, оказывается рядом с вами и спасает вас от неминуемой гибели. И наверняка вы сами знаете и можете вспомнить множество случаев, как во время войны Великой Отечественной, которую пережили наши предки, сколько людей спасались удивительным образом, вопреки всему, спасались именно тем, что Господь находился рядом, Пресвятая Богородица, Святой Ангел-Хранитель. Надо молиться Богу, надо полюбить Священное Писание. И самое, пожалуй, лучшее оружие, самое лучшее обмундирование, которое должен взять человек, призываемый на защиту своей Родины, это взять с собой Святой Евангелие, чтобы Евангелие было с тобой. Потому что Евангелие, как мы только что слышали, может спасти не только тело, а в первую очередь может спасти душу. Священное Писание надо читать, надо изучать, надо стараться, чтобы ум был погружен в Священное Писание. И чтобы слова Священного Писания ложились в сердце. Всех призываю, дорогие друзья, читайте почаще Священное Писание, и вы увидите, как близок Господь. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.